Эта ужасная история произошла в Испании сто лет тому назад. Её звали Соледад. Она была совсем юной и очень красивой девушкой. Маленькая хрупкая фигурка, копна длинных черных волос, широко распахнутые миндалевидные глаза, красиво очерченные алые губы. Какой Соледад описывали все, кто её видел. А те, кому посчастливилось общаться с ней чаще, отмечали также её весёлый нрав, и искреннюю доброжелательность к людям. Соледад всегда стремилась понять и поддержать ближнего, считая, что любое зло, дремлющее в человеке, может исчезнуть или же вообще не проявиться, если каждый научится понимать ближнего. И так было в её жизни до одного ужасного дня. У Соледад, как и у всех красивых и запоминающихся девушек, была соперница. Звали её Карина. Она была такой же красавицей, но с более жёстким сердцем. Карина завидовала подруге, её красоте и тому, какое внимание ей уделяют мужчины. И однажды в сердце девушки созрел план, как погубить подругу и навсегда отвадить от неё мужчин. Замысел Карины был изощрённым и крайне жестоким. Она задумала напугать девушку так, чтобы лишить её рассудка роскошных чёрных кудрей, которыми так восхищаются все парни в округе или даже в жизни. Любой исход был хорош. И вот Карина заманила подругу в уединённое место в лесной пещере, где кишмякишели тарантулы и другие большие пауки. План девушки был простым. Сперва насладиться криками ужаса подруги, которая до смерти боялась пауков. А затем помочь ей выбраться из пещеры, чтобы не вызвать подозрения в будущем. А что будет дальше, Карину не волновало. Не смогут спасти подругу. Отлично. На одну соперницу меньше. А если же спасут, тоже хорошо. После перенесённого ужаса девушка уже не будет такой же красивой, как раньше. Бедная Соледад провела с пауками три минуты. Но этого было достаточно, чтобы получить опасную для жизни дозу яда. Девушке на помощь быстро пришла подруга и охотившиеся неподалёку парни. Её принесли в дом, пригласили опытного специалиста. Но всё было бесполезно. Соледад умирала. Перед смертью она поняла, кто хотел навредить ей, но не нашла в своём сердце сил простить и понять подругу. Соледад умерла на второй день после происшествия. Но вскоре вновь вернулась в мир живых. Яд пауков не только забрал её жизнь, но и дал ей новую. Девушка превратилась в мстительное чудовище. Огромного тарантула с человеческим лицом. Прежним, на первый взгляд, осталось лицо. Но и оно было лишь маской прежней Соледад. Алые губы теперь скрывали паучьи жевола. Глаза стали двумя смоляными каплями, а лицо побелело и высохло. И только волосы, роскошные чёрные кудри, красивыми локонами падали, теперь уже на уродливое паучье тело. Так родилось чудовище, что и поныне обитает в Испании, скрываясь от людей в укромных уголках. Но каждые пять лет оно выползает на поверхность, чтобы есть. Три ночи подряд она нападает на людей и утаскивает их к себе в дом или же убивает на месте. Никто из живущих ныне не видел его, и никто не знает, как его убить. От чудовища не спасают ни крепкие стены, ни глубокие реки, ни густые леса. Каждые пять лет, в середине лета, людям остаётся лишь запереться в своих домах и молиться, чтобы оно прошло мимо. Субтитры создавал DimaTorzok